Ну, мир вам, Игнать Тихонович! Мир вам! С миром! Ой, кого я вижу! С новостью, Игнать Тихонович, Иван! Давай! Хотел до завтра, думаю, ни к одному не буду говорить, пока Игнать Тихоновичу не расскажу. Вот, сегодня приглашал меня епископ по поводу отлучения от причастия, то, что было полгода уже назад относительно нас приказано-то. Вот, в общем, сегодня снял запрет на причастие, вот. А вас просил о нем молиться. Как его звать-то? Деодор. Деодор? Деодор, да. Буква первая Д, Дмитрий, да? Т, Деодор. Я такого не знаю даже. Вот, но он... Только по буквам П, первая Т? Д, Дмитрий. Д, Дмитрий. Потом Деодор. Деодор, да. Это и есть такое. Вот. Он кто? Епископ или архиепископ? Епископ, епископ. Ну, передайте ему, прошу его, а не молиться. Спаси Христос, передам. Поэтому... Я не с одним епископом договор такой, и я молюсь о них, о всех. Так что мы поговорили. В общем, он... Ну, в общем, без всяких лишних слов снял запрет, и все. А вы знаете, в житиях святых, есть такие примеры, но я их насчитывал, знаю. Был пресвитер. У него, говорит, из затылка рот видно было. Проказа проела, и насквозь рот видно было. И тогда святой Вазопил увидел такое страшное состояние. Говорит, а почему? Он говорит, это за то, что незаконно отлучал. Они не знают еще, что им готово. Незаконное отлучение падает на отлучающее. Второзаконие 19.19. Он незаконно сделал. У него власть такая. А вы меня-то помните, спрашивали? А вот отлучат, что? А мне сейчас говорят, ну, что он боится-то? Прият, потеряй, куда причаститься. Но я-то другой ответ даю. Епископ сказал строго держать. Вот у меня когда был у нас епископ Десиптихита, сильно одно время грозился. Я выпустил три материала, которые в книге к истинному православию о войне. Что оружие не брать, присягу не принимать. А они же патриоты. Дальше о слове, что я за русский язык. И о проповедь, о благовестии. Ну, и он грозился батюшку запретить служение, а меня совсем выгнать, отлучить. Я сразу оповестил всем, чтобы молились, и все, я в коридоре стою готовый. Отлучил я сразу в коридор, но запретить в университете он никогда не может. Тут я его не... А он приехал, прошло время, а я молиться стал. И что бы он сделал? Вообще, вот кому скажешь, да вы хвалитесь, опять хвалитесь. Я рассказываю просто, забудьте про меня. Приезжает отец Аким к нему туда. Смотрит, а он один, и в тихий там читает что-то. А священник и дьякон сидят на скамейке. А вы что не молитесь совсем-то? Что с нашим епископом еще сделалось? Он так правильно понимал, только на церковном славянском. Это братья Лапкины его переломили так. Он сам переводит сейчас на русский язык, заупокойно и считает. А они-то остались те же самые-то. И они на него. Вот какое дело-то. И главное, как им удалось, говорит, вот это один писатель пишет, Шаркасов. Я, говорит, Георгиевский, я, говорит, не знаю, как это можно было. Епископы зазомбировали. Не, на самом деле, вот я просто тоже поражаюсь, как Господь вот силен все делать. Да. Это действительно молитва, наверное. Вчера он у нас, владыка-то служил, не вчера, а воскресенье, как раз на праздник апостола Андрея. И такую проповедь сказал, хорошую, как раз о том, чтобы не были-то мы как тряпками, не ссылались на наши немощи, что мы немощные, мы такие все больные, никудышные. Такой он, в общем-то, слава Богу. И вот сегодняшний разговор, ну, мне очень понравился, как бы, как такое ощущение, как будто другой человек, вот на самом деле. Знаешь, вот что-то Господь делает такое. Мне сейчас одна звонит днем, но у меня днем-то, сам знаешь, семь раз на молитву, по сто поклонов и все. Сегодня меня долбят и долбят со всех сторон. Я посмотрел вещи, 12 раз на молитву за день загнали только. Тот болеет и все. А у вас все время мысль. Начиная о том молиться, вас подхватываю. Вот на молитве эта связь самая главная. Я еще не знаю, что-то за этим есть, что не знаю. Но думаю, раз Бог напоминает, я молюсь в каком порядке, а вы у меня на первое место перескакиваете, я, значит, вас первого хватаю и тащу. Господи, вот он еще нуждается, не знаю, что у него там. Слава Богу, а я как раз переживал, что на завтра только перенесли. Думаю, из-за того, что мы-то ладно, думаю, чтобы за епископ-то вы помолились, вы о нем помолились. Скажите, что я неоднократно просил, прошу второй раз и третий раз. Я буду всегда его поминать среди всех епископов. Мы молимся очень об разных людях. Вот сейчас мы даже Артагана Турецкого подцепили, за него молимся. Сильно нарушились отношения с Россией-то. За Бараку там, за Рамзана Кадырова молитесь. У него недавно было большое, готовились эти, человек, наверное, 12, из ИГИЛа. В ИГИЛ думали убежать-то, и он с ними на площади беседует. За что вы меня хотите убить? За что? Их разоблачили, и теперь они стоят. И он с ними говорит, вот вас сейчас держали в предварительном заключении, вам давали пить? Давали есть, давали, давали били? Нет, не били. Вам давали молиться? Намаз совершали? Скажите, у народа сейчас есть газ, есть вода, электричество, все в развалинах было. Построили самые большие мечети в Европе. Скажите, чего вам не хватает? За что вы меня убить хотели? Не могут ответить. А тут стоит отец, плачет, мать плачет, они понимают. Ну, это одно слово только вас не будет. Вас растерзают, вас убьют. И он с ними проводит такую беседу. Это единственный правитель у нас, который, ну, до конца это все. И ты продался власти. Ну, скажите, как я продался? Я исполняю все заповеди Корана. Я молюсь. В чем продался? Это вы конкретно скажите. Вот один ты лгал, вот говоришь, я не делал, я тебя обречил. Ну, какой ты мусульманин, когда лжешь старшему просто в глаза, ты знаешь, кто я. А он же везде лезет. Везде в школе какая-то взятка, он узнал, пришел туда уже с милицией. Допросил такое-то арестовать. Сразу забрали и все. И он с ними, когда разговаривает, женщина там какая-то не может. Он тут же собрал деньги, там сразу ей помог. Даже в Дагестане где. Вот услышал он где-то нетонированные стекла, то он сам сидел за машину, надел эту фуражку ДСП и поехал. Ну, тот-то обычный шофер сидит, а к нему подходит. Рамзан Ахматович, так пьет, ну, чего ты нарушаешь-то? А улыбается. Ближу уже пересел на велосипед, жмет, а за ним охрана вся на велосипедах по-грозному. Мы за него молимся. Я ему книги подарил, так от него мне благодарность пришла какая. Тоже не игнорировал, а взял вот и даже... Нет, что ты. Что ты? Нет. Мы поэтому молимся каждый день о нем. У него... Он является самая, говорится, низина России, оттуда все идет. Он говорит, наши пародии отца убили, видимо, думает, меня убьют. Я говорю, у нас пародии мало живут. И показывает интервью, когда берут у него, у жены, и она все время рукой закрывается, никогда не давала. Как подвязана она, какая сидит, ну, все, это как у них. У него шесть дочерей, три сына. А по-вашему, потом, вы об этом фильме сказали, мы со Светой посмотрели его как раз. Нам тоже понравилось. Хороший, правда? Хороший, хороший фильм очень. То есть нам, христианам, надо смотреть везде, брать хорошее, у себя применять, а не злиться. Да. И вот... Да, да, Игнатьев. Сегодня Дудин с жалобой на тот ролик, который, когда хороший, пришлось его убрать. Я его перевел на мой мир. Еще два перенес. Он на два каждый день жалуется туда. А ролики стоят на моем мире, вот зайдите, такие ролики. Видел? Он туда нажалуется, Игнатьев Тихонский. Да. Уже на мой мир убрали один, но я его переименовал и поставил опять. Что с человеком делается? А хорошие, хорошие беседы были. Он помогать, старался советом, как Великобританию визу открыть и проще. Ну, ролики стоят живые. А почему так? А потому что страшно оглянуться. Что я наделал? Он не может еще понять. Когда один отступник такой был в житиях святых, ну, а перед мучителем стоят, а он уже там справа от них. И он говорит, ты был, как цветущий райский сад, а сделался гнилым болотом. Как ты мог так дойти? А это было с Маркелином. Патриарх отрекся перед народом и стоял вместе с императором. А народ молился о нем. Вдруг он дрогнул и сразу отступил. Его казнили. И он говорит, меня не хороните. И тело его бросили, но дней 40 валялось где-то. А потом ангел явился и сказал, почему не хороните? Он говорит, нас заклял, проклят будет, кто меня будет хоронить. Но он сказал по самовнищи Женю, то похороните его. Маркелин. И он канонизирован в списках святых. Так что сегодня день еще не последний. Вот как. Слава Христу. И вот удивительное дело, как раз вы с владыкой-то разговаривали, речь зашла и о русском языке. И я тоже нашел поддержку в этом отношении от него, что надо и Евангелие, и апостол, и особенно он тоже согласился, что по риме надо на русском языке читать. Так что, может быть, у нас тут в этом плане серьезные будут изменения какие-то. Ну, а это не запрещено. Никак. Кирилл, он никак не запретит. Да. Почему? Об этом Феофан Затворник много говорил. Но сегодня-завтра, сегодня-завтра, но когда-то надо начинать. Люди-то не понимают еще. Да. Так что, слава Богу. Можно? Можно? Ну, скажи. Я просто хотела сказать, вы же вот тоже говорили, что у меня есть одна знакомая, которая меня терпеть не могла. И вот я просто, мне хочется обратиться к людям, которые тоже, может быть, вас терпеть не могут, потому что терпеть я не могла, а теперь-то у меня совсем другое отношение. Просто сказать, вот людям, чтобы они, ну, как бы, ну, может, на моем примере. Я же вот у нас как начиналась? Саша стал вас слушать, смотреть. Вот послушай, посмотри. Я посмотрела, говорю, ой, нет, кричит. Да я, 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 да никого на себя делать, да пророк, нет, я прям вот ни в какую. Вот. А потом, когда я уже как-то, ну, стала, как критически, да, я послушала, да он ничего, да нормально, ну, громко говорит. Ну, я, 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 и он говорит, я делаю так, потому что Бог так делает. Я успокоюсь, ага, думаю, значит, все-таки не на себя, а на Бога. Вот. И как-то вот немножко отношение стало меняться. Ну, уж, а потом, когда мы поехали, кстати, интересный был случай с платком, когда, значит, мы надумали креститься, а мне Саша говорит, так креститься тебе нельзя. Я говорю, почему нельзя? Ну, ты же как бы жизнь-то не меняешься, вот платок не носишь. Вот, вы, наверное, помните, в последний раз, если мы по скайпу разговаривали, я без платка была, ну, я как-то думаю, ну, после крещения, ну, покрещусь, потом вот одену платок, наверное, вот не хотелось мне очень. Вот, и потом, значит, я посмотрела фильм «Содом» Аркадия Мамонтова, я прям после фильма «Дома», мне было вот прям ощущение, что я из ада вышла, и я одела платок прям вечером, и думаю, больше я его не сниму. Кстати, этот день был как раз день вашего рождения, 10 июня, вот у меня как-то так совпало, получилось, да. И интересный момент, что я, когда одела платок, я почему-то, вот постепенно, вы знаете, у меня поменялось отношение к вам. То есть, вот это вот какая-то гордость какая-то, или гордыня, которая вот не дает человеку вот к другому расположиться, что-либо слушать, и воспринимать, вот именно критику на себя перевести. Нет, я лучше знаю, я там все, и в общем, а вот платок одела, я как-то по-другому стала относиться. А уж когда мы приехали в Потеряевку, я помню, вот, кстати, всем девочкам поклон, Кате Сорокиной, Галочке, Валентине, всем-всем. Любовь Николаевна, конечно, все время вспоминаю, конечно, для меня это было просто потрясение, вот ваша Потеряевка, потому что приехали мы, я посмотрела условия, мама родная, туалет на улице, вода только холодная, и думаю, только мне 4 ночи продержаться, а к 4 ночи, я уже думала, а как бы мне еще вернуться туда. Совершенно все, и Катя, наверное, меня вспомнила, когда расставались, она говорит, Света, я хочу приехать еще, говорю, я уже тоже хочу. Вы знаете, вот все недоброжелатели, вот кто будет слушать, может быть, как-то, вы знаете, вы посмотрите, как люди живут, потому что вот там нет людей тепло-хладных, там все люди горячие, вот любого человека возьми, и любой человек, вот он так любит Христа, и всю свою жизнь положил. И, может быть, Иоанна помнит, когда она приехала, а что же, Иоанна, она младше нашей дочери, младшей, вот, и я так сижу, помню ей говорю, ой, Жанна, я бы на месте твоя мама тебя не отпустила. Она так на меня посмотрела, говорит, ну я же молилась целый год, я еще думаю, ну да, молилась ты тут, вот жить в такой деревне. И в последний день, вот она вспомнит, мы сидели за столом, я говорю, ты помнишь, я тебе так сказала, она говорит, помню, я говорю, ты знаешь, я была не права. Это лучшее, что может быть вообще, чтобы приехать и жить там. Это, ну я не знаю, совсем другой мир, мир другой, просто. И там вот на самом деле, вот живешь, и у тебя душа радуется, а в мир вот возвращаешься, как будто вот, не знаю, совсем все по-другому. Вот, так что я вам благодарна, мы за вас молимся. В общем-то, как-то у меня вот так вот все поменялось, и я желаю всем, мне доброжелателям, ну как-то вот, ну посмотрите, мы же не идет речь о канонизации, Игнатихович, или признаете его святым. Но вы посмотрите, что человек делает, сколько людей обращается. Ну да, в чем-то, допустим, я тоже, ну я что-то не согласна, например, там с крещением младенцев, может быть, там, ну как-то вот, есть моменты, но это же не значит, что все надо человека гнобить, его там. Посмотрите, как человек живет, что он делает. Все, не спаси Христос. Не спаси Христос. У нас такое случая был, рядом город Камень-на-Аби, ну и близкий священник, он иногда забывает, отец Павел Эрмоленко, такой грудный, большой, и он обратился просто, он как-то услышал, и когда услышал, сердце возгорелось, а он там, тут главная икона Корабейниковская, там народу много, каждый год крестный ход, и он среди народа начал искать, кто знает, где Потеряевка, и нашел. Да поехал еще заблудился, где-то там заблудился, в степи-то надо, с дороги-то сойдешь, а надо знать куда. Ну и вот он все это о себе рассказывал, как он искал, и как Бог удовлетворил его. И когда он книги получил, все это приобрел, приехал из всех камень наобитых, и стал говорить. Ну и там одна женщина, она взяла книги, посчитала, а потом вернула. Нет, мне это, мало ли кто, я, главный это настоятель, гордиенка, отец Николай, он бывший парторг партии, парторгом был. А она за него, а за ним там какие-то дела, и они давай подписи собирать, чтобы архиерей его не трогал. А потом она что-то начала вспоминать, и опять к отцу Павлу, он говорит, тогда ты начни читать не с открытым моком, а возьми для Слова Божия не туз. Это ключевая книга. Когда она начала читать, она ее не просчитала, она сразу же к нему быстро вернулась, и говорит, давай остальные книги. Я не права была. Когда начала читать, как она взахалась, что теперь делать-то, мы за этого священника ходатайствовали, а он что делает-то? У нее вот так вот все перевернулось сразу, и я, говорит, ее не уговаривал, она благодаря книгам мгновенно переметнулась, сразу стала другой. У меня в жизни, ну, не раз такое было. Люди не знают, вот наш архиерей заочно был знаком, потом он рассказывает, я думал, я приеду, а как я ладить с Игнатьем буду? Ладить. А когда приехал, он давай озирается искать, где я, а я его первую встречаю, первую везу, он совершенно непохожий. Вот апостол Павла, говорю, в посланиях он силен, а в личном присутствии слаб и незначительный. Он приехал, я пошел овечек пасти, я нанялся в корченой, там, тысячу с лишним овечек, вот, и он со мной пошел, а там, в прошлогодние солома, мы залезем с ним, с архиереем-то, и валялись целый день, и беседовали. И он это все сохранил. Сохранил, и другим рассказывает. Архиереи тут сидят, там кто, и он говорит, вот Игнатья обвиняют, не православие, вам никогда не удастся завинить его. Он супер православный. Я у него 13 лет был епископом. И вот он был против мне, и все у него так получилось, что он стал за, и давай защищать. Мы у архиерея сидим, местного патриаршего за столом-то. И он говорит, вот спорите с ним, а мы не переспорите Игнатья. А почему? Говорит, а вы посмотрите, какая у него голова. Голова. Мы, говорит, ехали как-то, а я, говорит, со своей этой, ну, какая у нее там, тюбетейка-то такая, камеловка-то. Я, говорит, что-то задрожал. Он, говорит, взял свою шапку, сверху камеловки надел, а она у меня просторная на голове еще. Он это архиерея-то говорит, но архиерея-то, и, конечно, смеется. Ну, знаете, ну, не так, ну, давай друг друга догвоздать. Он сказал мне, сказал, ладыка, прости, благослови, и все. Прошло время. Видите как, у нас нет ни торговли, ничего. Десятина, батюшка поедет, сколько надо ему отвез, и, понимаете, все можно переделать, если мы будем стараться. Нельзя, значит, ты просто уже сложил, говорит, сороки. Вы были на том, не остановились, стали слушать. Вот не та интонация, не тот голос. Я любой могу говорить, но это буду не я. Понимаете, вот нужно посмотреть. Вот один работает так, топором рубит, а другой вот так. А у другого меньше ударов, а вырубил быстрее. Вот говорили с этим, у нас тут две женщины были, вот сколько не говорили, из баптистов-то. Никакого толку нет. Пришлось сказать одно предложение, одному человеку, но они сразу обратились. А в чем дело? Один Бог знает. И ни интонацию, ни на счет смотрели, и стали членами церкви. Это от Бога. Если изменить сам себя, я простой вопрос задам. Почему ни в одной стране, ни в Америке, ни во Франции, ни в Германии, нигде нет литературных институтов? А тут литературный институт имени Горького. Учат на писателей. Американцы говорят, какая разница, можно научить этому? Этому у них на поэтов никто не учится, ни Хемингуэя никто не кончал, ни Джек Лондон, никто. Почему? Это или есть, или нет. И потому, ну я скачу как бы в этом-то, одна католическая монахиня писала стихотворение, но они такие, что не могут понять. Они когда привели ее к епископу, епископ только начал читать, и он понял, это не ее стихи. Он говорит, а как ты такие стихи пишешь? Там, по-нашему сказать, не складуха. Но у нее каждое слово взятое из писания. Откуда? Я, говорит, сама не знаю. Я, говорит, иду, и вдруг мне мысль такая, я записала. И эти стихи сейчас печатает латинская поэзия, называется книга. Я посчитал, ну просто близко мне это. Я вот иногда на молитве стою, сейчас нет, вот когда я бросил писать. Я 9 лет писал стихи. 9 лет. И вот, черкну на молитве, бывают строчки одна. На молитве положил. Кончилось. Я за эту строчку уцепился, стихотворение готово. Это 36 строчек, 9 куплетов. Как это? Ну, как, как. Вивальди, знаете, он же, говорит, священник был. Ну, и получалось так, он службу ведет, как священник-то, а ему эти буги-то, буги-то там, мажорные-то, он кладет скорее и прямо на алтарь положит, где престол, где, и сказал, если бы, говорит, не он, папе сказали, его на костер возвели бы. А папа узнал, говорит, не трожьте его. Поэты и музыканты, они не сами пишут. Оставьте его в покое. Даже, что бумагу положил на престол, где дары Божьи, это ничего не значит. Дары приходят и уходят. А это навсегда. А в другой момент его Господь не посещает. И то, что он около престола, это говорит о том, кто ему говорит. Поэтому на все вопросы, как сказать, я на любой могу вопрос ответить, я не пророк. Ну, удовлетворился? Ну, просто я говорю, на днях. Ну, не на днях, а уже, наверное, полмесяца. Один зашел, и везде. Игнатий, да ему только слушать, это пророк в наши дни, живой, я говорю, хвалящий с раннего утра, сочтен будет за засловище его, притча Соломона. Я вчера и говорю, позавчера ли, Никита, ты ему напиши, чтобы он больше не писал. А он везде, везде, после каждого ролика, втыкает, нахваливает. Ничего не мог сделать. Сегодня занес черный список, его все удалил. А у него ничего, кроме похвал, не было. Не похвал. Мне зачем это нужно? Да вот он, и нужно сказать, что он нигде ничего так, как бы не популил. Он как бы старался подражать, но предупреди, не предупреди. Я ничего не мог сделать больше. И за три дня пришлось убрать его. Сегодня вот, ну просто, я не мог больше по-другому. Люди осудят. Да он же говорил, только хорошее. 16 глава, Деяние апостолов. Шла и кричала, эти люди возвещают нам путь спасения. Помните там, прорицательным духом. Значит, что говорил, он неправильно говорил? Все правильно. А он запретил ей выйти из нее дух. И она опустела, ничего нет. Она дальше упала, побили, за ноги вытащили. Что за этим будет? Сатана все сделал правильно, но только не знал он, где Бог вмешается. И в узах, когда воспевали, в это время Бог потрес все. И дальше стражник обращается. Весь дом крестился. То есть, Сатана имеет какие-то расчеты, вот собьем русский самолет, там будет вот так-то, так-то, но они еще ничего не знают, что будет дальше. Какое было состояние упадающего этого летчика? Что за этим? Сатана не знает, ему не открыто. Он знает, убить, погубить, солгать, это его дело. Он лжец и клеветник. Человек-убийца, это 8.44, Евангелие Теяна, говорится, но за этим он не может проглядеть. А нам дано, Павел говорит, мы имеем дух Христов. Он даже, я не могу не говорить ему, но я уже глянул, как вы говорите, я уже поняла тогда, пришла, я уже поняла, вот тут я не права была. Это Дух Божий делает так. И что он тебя касается, и ты слышишь, ты за это должна Бога благодарить. Все время подниматься на вторую ступень. Первая, просительная молитва, дай, помоги, защити, исцели. Вторая, благодарю. Получил или не получил? Не получил, это не означает, что Бог отверг тебя. Он не дал по какой-то причине, которая сокрыта. А если бы дал, ой-ой-ой, что бы у меня было? Хорошо, что он меня не расслышал. Меня арестовали, вот 9 января везли, мимо большой городской елки. А у меня тут только что закончилось златоуста насчитывать, пленки крутятся, и вдруг все разворошили, все изъяли. Мне неохота было. А когда все закончилось, и когда это помилование от Горобачева вышло, я вернулся домой, у меня такой опыт появился, который я нигде бы не купил, но зная архипелага ГУЛАГ, я все сравнивал. Я имею такой опыт, Бог дал, что могу беседовать с закоренелыми зэками. И поэтому 17 лет работал в местной тюрьме. Ну, добровольном, не за деньги. И они знают, кто я, и сердца, и двери открыты были. У меня об этом ничего не было. Я благодарю Бога за то, что меня посадили. Вот эти два домика, где вот я сейчас сижу-то, это я 11 лет вел суд, я вел. Вот когда скажешь, я умираю со страху. Ну, я скажу, ты вел суд, и дом мне высудил. Ну, если можно было, что-то бояться этого слова, я не знаю. То, что на этом фоне он никто. Вот почему люди так протестуют. 11 лет вел суд, и Господь позволил выиграть. И вот 13 соток, и где молиться? И вот я живу, это два домика. 226 квадратных метров на два дома. И брат как-то выступал, и Аким и говорит, хорошо, что брата моего посадили, иначе молиться негде было. Ну, конечно, ну, маленький юмор, но пусть он еще как старообрядец, вот как старый кофейник-то. В этой жизни... И я очень благодарна вам за то, что вы научили вот меня, например, по-другому относиться к другим людям. Я имею в виду к баптистам, ну, к любым вообще, потому что раньше, если бы ко мне подошли на улицы, я бы как вот, одна девушка была там у вас на благовестии, Никита подходила с Володей, а она такая идет из церкви, она ничего не слушает, что они ей говорят. Вся истина в православии, остальное лукавое. Истина в православии, остальное лукавое. Она даже не слушает, то они же такие же православные, Евангелие предлагают. Я в нее посмотрела, думаю, ну, вот я такая же была. И тут мы были, значит, тут в Ульяновске, и молодые люди подходят, я еще думаю, я бы в другое время сейчас бы убежала, сказала бы, я православная, а я остановилась и стала с ними разговаривать. Они там, йогу, Кришну, чего-то, в общем. Вот, и мы с ними стали говорить, я говорю, знаете, ну, все написано, вся истина в Евангелии. И он так, а вы православные? Я говорю, ну, да. Вот он. Ну, и вот мы всегда так хорошо распрощались, и я говорю, вы знаете, а я бы в другое время от вас бы убежала. А мне, говорю, один человек научился любовью относиться вот к другим, ну, как бы, другой веры, что вообще к людям. Вот он, ну, да, говорит, православный тоже прогрессирует. И меня еще поразила одна женщина, когда я в больницу хожу, ну, с благовестием, как там, я не знаю, в общем, по больницам ходим мы. Пришла на молебен женщина, она, значит, я так думаю, что баптистка, потому что она стала о рождении свыше говорить. Вот. Я такая говорю, а вы же это, ну, сектантка получается. Вот. Она говорит, вы знаете, а я люблю везде, где говорят про Христа. Я всегда иду и слушаю, что скажут про Христа. Я так удивилась, думаю, надо же, а мы вот так вот, у нас тут нет, мы православные, и все, и все, до свидания, мы с вами разговариваем. А вот у вас я как раз научилась, что, ну, нельзя, так надо ко всем, вот, как-то и поговорить, и что-то свое сказать, может быть, люди услышат. И ваша служба в храме, ну, это, наверное, лучшая служба, которая была в моей жизни. я все время вспоминаю, это вот ласточкино гнездо, открытое окно, срезанная ветка розы на аналои, и вот когда еще будет так вот, я закрываю глаза, я думаю, вот, и поздравления после крещения. Никак не ожидали мы, что все подойдут с полевыми цветами, будут поздравлять. Конечно, вот, и когда приехали мы у нас тут в церковь, там некоторые, ну, а как вы крестились, а как там? Я прямо, знаете, говорю, как апостол Павел, говорю, я не знаю, или Владимир князь, говорю, где мы были, на небе или на земле? Говорю, так было все. Слава Богу, что нас нигде больше не смогли покрестить, ну, и мы тут не согласились, хотя брались, а вот, что именно приехали к вам, потому что... Все, Бог вот устраивает. А вы сейчас вот рассказали про тюрьму, а я как раз в этот момент думаю, вот у нас тоже некая аналогия, это, конечно, не тюрьма, но вот эти испытания, которые возникли вот в связи с крещением нашим, отлучения от причастия, это такое благо на самом деле, это вот, во-первых, в каком мы тяжелом моральном положении находились в нашем приходе, потому что очень многие люди враждовали, и даже сейчас враждуют против нас, вот в связи с нашей позицией. Вот, но это настолько, вот знаете, такое ощущение, какая-то свобода появилась, Игнат Ильич Ильич. Вот, и встреча с вами, она как раз вот, ну, и позволила по-другому взглянуть на нашу веру, и в конце концов, она вот через все эти испытания, крещения, вот это вот отлучение от причастия, оно сделало каким-то, знаете, свободным от меня. Я вот настолько себя чувствую свободно, что я как-то даже вот поражаюсь, надо же, как хорошо, славьте Господи, вот, вас благодарим, Илья Тихонович. А вы помните, что она, а вы сказали все? Да. Вот, на Кураева Андрея это стали нападать-то, ну, я выступил в защиту его, а потом еще один раз откликнулся, я ему сказал, это теперь больше свободы не связано, показано палате, вот это, палате, то я говорю, вот нары рядом, а сухари, сухари есть, ой, я с него-то лишний, это же растрес бы, где у него там есть, со мной вставать будешь, ну, я не знаю, ему передали вроде бы, вот люди начинают говорить, как-то запутывают, зачем запутывать? У нас в общей один запил, мать-старушка у него, ну, ну, запил, ну, что дальше делать-то? Ничего не делать, и езжайте, сестры, занимайтесь бабушкой, а его ко мне, он пришел, ну, что, дальше будем пить или нет? Ничего не могу с собой сделать, вот такое было, а я знаю лекарство, какое, переходи ко мне жить, простое лекарство, и он перешел, через неделю у него ничего не осталось, ничего, только вставать будешь вместе, обедать вместе, все вместе, позавтракали, ты идешь на завод, а я остаюсь здесь, ну, и все, понимаете, как, я был в Сан-Франциско, когда, и там, внизу, я, это, мощи, Яна Шанхайского, которого канонизировали, ой, Максимович он, и вот меня там, Антоний, Сан-Франциский, священники, Петр Перекрестов, вниз туда, к мощам, увели, давай расспрашивай, к нам просятся, чтобы присоединиться к зарубежной церкви, 92-й год еще был, а вот вы не знаете о них, я говорю, нет, я их не знаю, брат кое-кого знает, а всех-то мы не знаем, какие, но я говорю, приходят не лучшие, приходят то, что там что-то набедокурил, там его прижали, а он теперь ему узнает, что патриархия относится негативно, и он теперь начинает уже новый, говорится, словарь изучать, ну, а как их узнать, они меня спрашивают, я говорю, очень просто, всем кандидатам на три месяца потеряю, и работать, и вставать, он с нами, представьте, на дороге был бы, там на плотине, как мы, вы видели же все эти ролики-то? Да, конечно. Да, вот, почему жизнь, с нами вместе пить, есть, вставать, и везде это начнет скрестись, вот на днях, ну, я не знаю сколько, воскресенье кажется, ко мне на, зашли вот на форум, пара, мужчина, Николай и Анна, Колесниковы. А читали, смотрели, посоветовали. Читать, да. Да, теперь мама его, к кем она не имеет отношения, но мама его, видели, как вошла? Нет, мам, мы еще не видели. Это вы выйдете на втором ролике, во второй, сейчас уже третий будет, третий поставил, у меня каждый день теперь будет ролик, они говорят, давайте вот это вот так, только дали, я сразу это принял, видите как, они незнакомые мне люди, но предложение, я понял, ежедневно давать отчет, какие вам писали письма, что вы отвечали, мы же ничего не знаем этого, но раз у меня такой широкий разброс, разные люди со всего мира пишут, теперь я даю и показываю этих людей, фотографии, вопрос, ответ, это очень, очень интересно, и вышла на меня его мама, Никитина, и во втором ролике его убить, Никита, какого Никита? вот он какой, а, да, это не знаю, Андрей, Никитин, он снимает, стоит, мама его вышла, во втором, во втором, там вопросы, ответы, ежедневные там, и число, воскресенье, понедельник, сегодня вторник, сегодня третий ролик, завтра будет четвертый, пятый, и ролики получаются хорошие, прямо столько людей, и у меня даже на форуме, на 50 человек подскочило число посетителей, я их отсылаю на форуме, сами пишите, а не через контакт, потому что, ну, модератор не всегда бывает дома и проще, его мама получила подаренные ей книги, она сидит на диване, Новый Завет перед ней, для слова Божия, они тут считают, к истинному православию, я говорю, ну, а летом-то, когда спрашиваю Никиту об этом, ну, летом-то у него совсем никак не шло у Никиты, он ничего не может, гвоздя загнуть, забить, мама-то видела, видела, я говорю, подистрадала, еще думала-то, как вы говорите, нет, говорит, а сейчас, сейчас ему замещание, я не знаю, за неделю там, замещание пять больше нету, его прям буквально за руку вести надо, но там говорили, там Дудин тоже, этот священник-то, давай в семинар, я говорю, ты никуда не годин, только на попа, больше никуда, совершенно ни на что, а сейчас работает, обучается всякому делу, преждевременно, как сказать, а вот вы говорили сурово, там, не тем голосом, я так могу, он 26 лет среди вас, тихими голосами был, почему вы его не исправляли, у него ничего, кроме компьютерных игр и наркотиков, у него ничего больше не было, все пустое, а ты посмотри, сколько времени он побыл здесь, он еще год у меня не был, это совершенно другой человек, я его не исправляю, ничего, я просто вместе с ним, он встает хорошо, ложится нормально, послушный, и он, ну Никита, исправляешься хоть маленько-то? Мы же смотрим сейчас, на самом деле, Никита, действительно, вот сейчас вот в последнее время какой-то он совсем другой даже стал. Да я даже смотрела, как он работает, я прям вообще удивлялась, он, эта штука, вот когда утром волдун, когда же у него руки устат, он все долбит и долбит, ну молодец какой. Вот учат они меня, у которых его нету, он среди вас был-был, приехал добровольно, добровольно, тебя не держат, не держат, зазомбировали здесь тебя, конечно, это слово услышали, они не понимают его значения, если вы хотите правильно жить, вникайте в себя и в учения, 4.16, 1 Тимофея, в себя и в Писание, посмотри, сходится, не сходится, но вы говорили об этом, когда с Сергеем, я вам отвечал-то, здорово получилось. Да, надо он что-то много поудалял там из нашего разговора, ну ладно. Я оставлю целиком, сегодня ночью я оставлю целиком, это нет, я говорю, Сергей, ты взял, а я себе, мое, я без исправления, а вот за вставки сейчас начинает долбить, даже из Мосфильма, где он там вставки сделал, сообщение, и никак, нельзя, не могут закрыть форум. А, вон как. Максим Степаненко предупредил об этом, немедленно убирает, я его сразу закрыл, и я его боюсь открывать, потому что там уже было, это не первое предупреждение, но те ложные были, ложные. Ложные были, да, потому что я по всем писал. Поступило на вас сообщение, вы чужим роликом воспользовались, а ролик это монетизация, за него платят деньги, если рекламу на нем расставляют. Это какой-то Сергей Полос с Украины, что будто бы я украл у него ролик, но они должны указать, какой ролик, ролик такой, я веду занятия в университете, моя аудитория, мой контингент, снимает батюшка православный из патриархии, ни одного слова, ни одного звука нету, который чужой бы был, то есть нарочно. А YouTube предлагают, если хотите, подавайте на наш суд, я сразу подал, и когда стали говорить, и он на меня вышел, и я попросил, вы снимаете или судимся, он тогда снял все обвинения, я говорю, ну ты хороший, разреши я тебе книги пришлю, он больше не ответил, в подарок. Это Бог так делает. Видите, нас Бог испытывает. Есть такое место в Писании, говорится, Мааф, страна, сидел на своих дрожжах, и вкус твой оставался в тебе, поэтому я заброшу тебя, как меч в дальнюю сторону. Богу это не угодно, чтобы был покой, я сидел на месте. Ну и он зато вот прямо говорит, если ты, говоришь, покой ищешь, мало тебе самой гиены за это. Это борьба, это ресталище, бегут многие, один получает награду. Теплохладные совершенно не нужны, они уподобляются в Леботине. Извергну из уст моих, что из уст идет? Ведь ни холоден, ни горячий. А что холоден, надо объяснить, что горячий, но не теплохладный. Теплохладный, это значит пропащий. И любое дело, где бы ни начали говорить, вот приехал Никита, ну, кто он такой, знать не знаю, но я ему разрешил. Полгода, наверное, разрешал, да? Год, наверное. Вот. Он звонит и звонит, я отказываю, один, иди на шахту работай в Донбассе, там уголек добывай. Учись. А его там сватают на священника. Вот такого человека. Это надо понимать, как, ну, обезличили, можно сказать, человека и принизили планку. Зачем вы издеваетесь? В священниках это должен быть самый высоко эрудированный, самый смиренный, самый имеющий страх Божий. То есть он должен быть на вершине человеческих возможностей. А здесь самая низина, и они тянут туда. Почему? Потому что тот, кто тянет, он такой же. Иначе у него были бы требования на Златоуса шесть слов о священстве. Как он об этом говорит. Вот, но перед вами, Никита. Все. Да. Как мы с миром приняли вот решение епископа, и как-то со спокойствием, даже невзирая на то, что думал я вот для себя, на сколько лет это все затянет, я думаю, буду с миром все это дело переносить. Вот. И Господь воздал. И вот я смотрю на Никиту и думаю тоже, по его терпению, и ему воздаст Господь. Даст Бог. А сейчас вообще ничего нету. Сегодня ни одного замещания не было. Вчера. Ему надо оглядываться, когда я поработал, чтобы оглянулся. Как там осталось? Подобрать за собой. Ну, навыка-то никакого нету. Ну, он сразу взял, давай подметать. Ну, ты работал, работал. Мы уходим. Подбери, чтобы чисто было. Я прораб. Работал. Потому что у меня, и мне было 21 год, у меня было 250 человек и 6 объектов. Их все заключенные. А им нужен процент. 102 процента, ему 1 за 2 засчитывается. День отсидел за 2. 121 процент, ему за один день 3 засчитывается. А он выработал 70. И топор на плече держит, ко мне подходит. А я где ему возьму? А у меня опыта никакого. Вот это опыт, да опыт был. Говорят, в армии люди откосить надо. А меня военком, когда призвали, я готов был поцеловать его. Как я рад был. Полгода был. И даже 7 месяцев, кажется. Ни одного выходного и каждый день 2 смены. Домой не ходил. Помню, в столярке ночевал. Вот один случай такой был. У меня там написано, ну, холодно где-то. А там делали гробы. Я себе сделал гроб, настелил стружек и туда лег. А утром-то уборщица-то пришла, застущала. А я гроб-то приподнял, так она чуть на мое место не легла. Ну что ж, Игнат Тихонович, благодарим вас. Беси Христос. Значит, Диамиду вашему, Диодору, передайте мои лучшие пожелания. Чтобы он держал это. Заощи нас не разлучили. Я опасаюсь, потому что вижу, люди за что-то держатся. А вот когда обратишься к Богу, сразу поставь перед собой и выстроив ряд. Что для тебя важно? Ну, на первом месте. Жена, дети, должность, ну и дальше все. И ты сразу должен подвести черту. Это не мое. И вот тогда ты можешь идти. Тогда ты свободно будешь стоять. Независимо от того, что жена при тебе, будет ребенок, но тебя этим не сломят. В тюрьму шагнул, говорит, сложенец, говорит, перешагнул порог и скажи, я пришел умереть. И все. Сдохла собака. Они ничего не могут сделать. Вот эти сейчас, которые шахиды-то, их приучают. Смерть это хорошо. Сейчас хотят вынести в российском законодательстве расстрел, который поймают, расстрел. А они говорят, вот здорово-то, мы этого ищем. Их нельзя напугать. Вот такие были первые христиане. Они прямо рвались на Ашафот сказать о Христе и умереть. Мы не такие. Ростом пониже и духом пожиже. Пожиже. Ну, спаси Христа, что пришли. Спасибо. С Богом. И вы другим так говорите. Вот, допустим, он наложит на вас прещение. Прямо. А проще было сказать, да пошел он такой епископ, какой он, ты переходи туда. Вам такой совет я никогда не давал. Не давал? Нет. Нет, нет. Я сказал, терпи, и Бог увидит. И Господь так сделал. Даже мы не знали сегодня утром, как будет по-другому. Да, да, сегодня не знали. Спасибо. С Богом. С Богом. Слава Христу.